И эта фотография пойдет на аватарку ВКонтакте, это украсит визитную карточку, а вот это станет заглавной в семейном фотоальбоме. Начинающий бизнесмен Толя Кацин теперь может похвастаться снимками от одного из лучших фотографов Красноярска. А как у него это получилось, мы расскажем в одном из лучших телепроектов региона. Знакомьтесь, Александр Купцов взялся исполнить мечту Толи Кацина и приоткрыть ему дверь в мир большого бизнеса. Поэтому за кофе мы обсуждаем нюансы работы над двумя портретами – деловым и фантазийным. Александр, вот нам всем предстоит сейчас очень сложная, напряженная работа. Какие задачи будут, раздайте всем задачи, какие задачи будут у Толи и у мамы Альбины? И у папы. И у папы. И у собаки. На самом деле никаких особых задач нет. У меня тут главное мне сделать такую обстановку доверия. И поэтому мы сейчас сперва пьем чай, разговариваем, потом о всем шутим. Итак, мы снимаем сейчас два сюжета. Первый – это деловой портрет. И второй – фантазийный портрет. Завоевать доверие в бизнес-сообществе непросто, но и несложно. Правило от Александра. Фотографию не нужно украшать. Ее главная ценность – глаза. Открытые, честные. Работа фотографа всегда начинается с выбора фона. Я уже заранее приготовил. Вот один будет темный, и вот здесь будет светло-серый. Итак, второй важнейший параметр – это свет. Свет я сперва выбираю естественный. Все единицы творческого процесса готовы и помнят, что в деловом мире встречают по одежке. Поэтому… Толя, в гардеробную. Так, Толя, садиться. Итак, смотрим бабочку. Сперва без жилетки. Бабе, хочешь? Так. Толя, выбирай, какая тебе нравится больше всего. Вот давай, давай я тебе. Зеленая. Зеленая? Спасибо. Толь, мне кажется, вот этот вот вариант намного лучше. А можно блогу надеть тоже зеленую бабочку. Мы регулируем освещение. Итак, я сделал пробный кадр. Теперь смотрю на монитор и вижу, что вот здесь среднесерый фон, который меня устраивает. Объемное освещение. В портрете самое главное – глаза. И объектив желательно на уровне глаз должен быть. А теперь меняем фон и композицию. Вот мы поменяли композицию. Вот у нас был светлый фон, и мы сейчас темный. И вот здесь вот Толя намного себя лучше чувствует, и его тело. И вот здесь у нас случайно зашла собака. Это был отличнейший кадр. Хорошо. О, это ты кого изображаешь? Чифер. Монстр. Вот сейчас наиболее интересно было, когда у него естественные эмоции. Здесь не надо никаких команд давать, а просто следить и снимать, 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 снимать. И это победа. Деловой портрет готов. Александр, а сейчас какой замысел? Ну, сейчас у нас идет импровизация. Я хочу сделать в таком световом корыте. На студийный пол с подогревом укладываем и Толю, и его друга Бобса. Или почти укладываем. Лежать. На, боб. Так, ну, сложный процесс. А здесь? Не, надо нежнее, а то она... Но в итоге все получается. Бобс оказался хорошей моделью, как и Толя. В итоге ребята бегут по лесу. Ключевое слово для начинающего бизнесмена Толи – бегут. Толи, вот как ты считаешь, ты хорошо поработал? Да. Что ты заработал сегодня? Я заработал отдых, кафе и деньги на франшере, чтобы я уценировал свой Майнкрафт. И все. Уж отдых целый день. А потом Толя открывает свой главный секрет. Для чего ему его маленький бизнес? Он рисует, и его творение тиражируется на сувениры для того, чтобы он смог пойти. Я за какой-то день открываю, он полегал. Вот так необычно мы начали новый эксклюзивный проект программы «Утро» на Енисеи. В рамках этого проекта мы будем учиться фотографировать в самых нестандартных ситуациях. Александр, расскажите хотя бы три нестандартных ситуации, через что мы с вами пройдем. Мы будем снимать и деловой портрет, и фэшн-портрет, и семейный портрет. Мы побываем в городе и поснимаем самые красивые места города. Я покажу, как оптимально это делать и что это по силе любому фотолюбителю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова